Долгожданная победа. Очень давно не выигрывали. Сегодня были заряжены и победили. Какие условия были? Первый тайм было очень тяжело, было очень жарко. Второй тайм более-менее уже было. Ваши соперники доставили? Ну, соперник давал играть, контролировали мяч. Забили свои два момента, пропустили нелепо гол. Ну, вот, молодцы, вырвали победу. А гол это больше случайность или закономерность, как ты считаешь? Я считаю, случайность больше. А как оценишься? Тренерский штаб оценит мою игру. Тяжелая игра, в первую очередь в психологическом плане. Долго не выигрывали, поэтому команде нужна была победа. Это немножко, конечно, давило на игроков. Чувствовала скованность, особенно в первом тайме. Но победу добились. Немножко в первом тайме мы злоупотребляли длинными передачами необоснованными. Во втором тайме подправили эти моменты. Стало больше получаться в атаке. Хотя и у Бреста были моменты. Но в целом где-то на везение на нашей стороне было. Так что, считаю, победили мы закономерно. Поэтому будем надеяться, что эта победа в психологическом плане даст нам какой-то толчок. И будем дальше двигаться уже в более положительной мемоцине. Во втором тайме, после первого, вышло достаточно много игроков, которые способны донесить атаку. Насколько довольны заменой? В принципе, мы так и планировали, учитывая то, что Брест приехал в день игры. Поэтому, понятно, жаркая погода. Поэтому и Драпеза, и Шевченко изначально планировались во втором тайме, чтобы усилить игру на флангах. Думаю, у них это получилось. Но замена Кружилина просто человеку стало плохо. В Бресту было не так много моментов. Но, тем не менее, они сумели ответить голом на гол нашей команды. Это, по-вашему, ошибка? Это закономерность, случайность? Да нет, я не могу назвать это закономерностью. И случайным голом тоже не могу. Просто кто-то не доиграл. Один, второй, третий человек. И эта цепочка, в принципе, привела в гол. Хотя у Бреста и потом был момент тоже. Но, опять-таки, это индивидуальная ошибка уже.